Я вас приветствую, уважаемые наши слушатели, HR-специалисты, кадровики и все те, кто, собственно говоря, интересуется, наверное, сегодня самой актуальной темой, как же выстроить не только отношения среди сотрудников и коллег, но тем не менее дружеские и семейные отношения. Это все цветочки на одном поле. И когда мы с вами начинаем более глубоко разбираться в природе человека, имея конкретную задачу, то ли построить эффективный проект и подобрать нужных и достойных людей, специалистов, которые бы этот проект развили, и он выстрелил не так быстро, как мы обычно хотим, а последовательно и достойно на достаточно длительное время. Это дружеские отношения, чтобы не иметь разочарования и тем не менее иметь рядом соратников, нужных, честных, достойных людей, с которыми можно было и радостью поделиться, и в горе разобраться, то есть в бедах и в напастях иметь возможность общаться с человеком, то есть проговаривать это. Ну и естественно в личных отношениях, хотя различия между всеми этими категориями не так глубоки, как нам на первый взгляд кажется. И мы продолжаем ответы на серию ваших вопросов, которые касаются в частности на сегодняшний момент консалтинга кадрового. Я готова отвечать на ваши вопросы. Я вас приветствую. В одном из стримов был вопрос о том, что коллега оценивает внешность и как ей объяснить, что это неприятно. В ответе вы сказали, или вы это позволяете, или не позволяете. А как выглядит не позволять? Она не перестала, например, что делать? Драку устроить? Да нет, на самом деле все просто. Просто когда вы эмоционально обращаете внимание на внутреннее свое непринятие и переходите в этой роли, знаете, совсем неспростой способ. Когда вы приходите и открываете дверь в офис, вы достаточны в том, как вы выглядите, вы удовлетворены тем комфортом, в который вы заходите. И тогда специальность или направление, в котором вы работаете, специализация или ваши экспертные какие-то возможности, это более глубокое состояние, они сами собой накладываются на ваше внутреннее состояние. И на внешнюю форму, которая позволяет читать вас, как человека самодостаточного. Если присутствует замотная система, то есть человек настолько замотался на работе, настолько позволил нагрузить себя всем на свете, плюс имеет определенные запреты, которые мы тщательно друг от друга скрываем под нашими пресловутыми личинами или масками, то обязательно где-то будет такой, знаете, провал. Или, допустим, классный специалист-бухгалтер, но совсем не ухоженная женщина. И когда ухоженная женщина, то бишь ровная ее противоположность, но менее экспертный специалист или менее знающий специалист, естественным способом будет это каким-то макаром пытаться уравновесить. Когда мы с вами уравновешены, когда, допустим, кадровый специалист понимает, что можно, конечно, публично это все вскрыть и на вид поставить, но тогда в человеке зарождается обида. А когда специалист достаточно высокого качества, то присутствует определенная история ненавязчивого, но достаточно векторного внимания, чтобы женщина, которая очень много работает, все-таки нашла для себя время. И вот это уравновешивание формы и внутреннего содержания дает потрясающий эффект, потому что тогда ни к чему будет привязаться. Вот мы с вами и разговариваем о том, чтобы уравновесить прежде всего себя как специалиста. И тогда мы имеем право, выходя вот в такой содержательной форме, и управлять или руководить или видеть те незачеты у ваших сотрудников или коллег, ненавязчиво направлять их фокус внимания в нужном направлении, не создавая конфликтов, и тем самым решать внутренние задачи, которые и позволят повысить эффективность труда и уменьшить конфликтность в коллективе и неприязненность коллег друг к другу. Когда не за что зацепиться, тогда, собственно говоря, и повода не будет. Вот так это работает. Работаю руководителем проектов в небольшой аутсорсинговой веб-студии. Руководство, в том числе директор, демонстрировали удовлетворенность моей работой. В последнее время стало ясно, что компания работает в минус, и нужно затягивать пояса. Руководство начало докапываться до мелочей и предложили написать заявление, но я отказалась, так как работаю хорошо, есть благодарности, пока предложений по работе нет, а за ипотеку платить нужно. На запрос пары окладов в качестве отступных сказали, что денег нет. Потом был звонок от бухгалтера, которая передала услышанный разговор обо мне. Если она не напишет заявление по собственному желанию, то заставим. Если она обратится в трудовую инспекцию, то пустим информацию, что это менеджер, который разрушит ваш бизнес, тем самым поставив крест на моей карьере. В резюме нет известных компаний, работу тяжело найти. Неясно, что делать, тревога и страх очень сильно отнетет. Ну первое, да, вы скорее всего попали и озвучили свою самую основную зависимость от того, что у вас ипотека. Значит, состояние внутреннего такого страха не удержать, не смочь и порождает следующий страх. Вы осознанно, задавая данный вопрос, вы пишете о том, что работы нет. Это константа вашего внутреннего стержневого состояния, которая побуждает фиксировать ваше внимание именно на тех компаниях, в которых действительно для вас работы нет. Это создание самому себе таких основательных препятствий. Потому что здесь или вы под определенным собственным субъективным углом воспринимали вложения в эту компанию, или же все достаточно банально, просто переходя на следующий уровень, люди увидели, что или таким способом манипулируя, или предлагая вам самостоятельно предложить дополнительные услуги своим коллегам, о том, что я буду работать за те же деньги, но в два раза быстрее, обучение будет за мой счет. Ну, по-другому сказать, вы готовы будете принять более весомые на себя обязательства, чтобы остаться на данном месте. Так на сегодняшний момент поступают очень многие, потому что это такая управляемая система человеческим восприятием. Нужно обязательно создать тихую панику у человека, которая вызывает патологическое чувство вины за те условия, или за ту ситуацию, или за те семейные, какие-то долгосрочные обязательства, или долговые обязательства, которые все равно имеют место быть, и они долгосрочны. И тогда следующий этап, которому вынуждают человека работающего, это однозначно взять на себя большее количество работы за те же самые деньги. То есть согласиться на свою некомпетентность, согласиться на свой внутренний страх потери при словутой компании, и в ней есть место работы. Тогда вы заранее, даже ничего не делая, а делая то, что вы уже согласились, вы принимаете решение, что вы больше как специалист никому не нужны, и вам нужно, я не побоюсь этого слова, прогнуться, вам нужно пойти с предложениями, заведомо для вас неприемлемыми, чтобы уговорить ваше руководство оставить вас, то есть сократиться, обесценить, утилизировать себя, только для того, чтобы ничего не менять. Давайте мы попробуем поступить другим способом. Значит, ну, как это в принципе работает, да, у каждого из нас так или иначе были какие-то кредитные обязательства, то ли ипотечные, то ли еще какие-то. И это призывает нас, в принципе, прежде всего к тому, чтобы мы были достаточно ответственны. Ответственность, она подразумевает такая предметная, финансовая, если у вас ипотека, значит, вы гарантируя свое уравновешенное состояние, подразумеваете, что вдруг что-то случится в наше непростое время, когда все договоренности могут разрушиться, и никто ни за что не отвечает, вы имеете какой-то финансовый запас, условно, на два платежа вперед. И когда вы это видите для себя и понимаете, что есть у вас ООО два месяца, то тогда начинаете выбирать компанию, которая была бы более перспективна, и самое главное, чтобы, вкладывая туда свои усилия, вы имели возможность одномоментно чему-то научиться. Но мы почему-то планку ставим себе достаточно субъективную, и хотим, чтобы компания, которая вам совсем не знакома, и вы не знаете, кто является руководителем, какие там внутренние регламентские правила присутствуют, вообще на что она имеет фокус своего развития, но яркая картинка, она завораживает. Когда вы видите стабильную компанию, понимаете, что, глядя там, допустим, в интернете и собирая информацию о тех же отзывах, бывших или нынешних сотрудников компаний, то вы можете произвести собственный анализ и понимать, что на сегодняшний момент, если я чуть-чуть пойду на низшую позицию, то вы будете иметь преимущество, право подняться гораздо быстрее на более высокую позицию. Но для этого вам нужно собрать информацию. Когда мы пытаемся уйти из той компании, в которой не сложились отношения именно мои или ваши с вашим руководством, а не руководство с вами, и это тоже должен быть анализ, то тогда нужно сделать выводы, которые вам гарантированно покажут, где же ваша системная ошибка, которая привела к таким плачевным результатам. Тогда вы наоборот опускаетесь чуть-чуть на одну ступеньки ниже, имея преимущество, имея определенный запас, в данном вашем случае, креативных идей, планов и навыков, как умение что-то создать быстро, потому что вы это уже делали, то есть за меньший промежуток времени, тогда у вас появляется возможность более проще или более комфортнее адаптироваться, когда есть запас. Это то же самое, когда мы что-то знаем, то мы в любой плоскости, совсем просто если взять, если вы умеете водить машину, то вам все равно без разницы, на какую машину сесть. Принцип механизма один и тот же. Так и в этом случае, когда вы выдыхаете и понимаете, что на два месяца у вас есть платежи. Если вы пытаетесь бороться, значит, вы должны понимать, что сопротивление от руководителей компании будет достаточно весомое, в зависимости от того, какие у вас сложились отношения. Тогда опять-таки нужно делать вывод. Вы готовы тратить время на борьбу, которая может привести вас не всегда к тому результату, который бы мы хотели видеть? Или все-таки спокойно начинать, пока ведутся переговоры и вы не конфликтуете, а аргументированно доводите свои доводы до руководства, у вас появляется время для того, чтобы найти компанию, в которую вы плавно можете перейти, а не смотреть на компании, которые, в вашем понимании, вас достойны, а компания в этом случае будет отказываться. Первое, что вам нужно, решать ипотечную программу с пониманием того, что это обязательства, которые вам нужно выполнять. Значит, мы чуть-чуть снижаемся для того, чтобы иметь преференции, и эти преференции обязательно сыграют вам на руку, и вы будете менее раздражены, менее обидчивы. Значит, у вас пойдет профессиональная деятельность более достойно, более по смыслу емко, и новые люди, когда, видя ваше такое спокойное, легкое усердие, потому что вы умеете это делать, более благосклонно будут к вам относиться, а у вас появится время спокойно со всем тем, что было до разобраться, сделать выводы и понять для себя, где же вы допустили ту пресловутую системную ошибку, какой запрет вам или какой страх вам руководит, исправляя, то есть наполняя этот страх пониманием, вы избегаете следующих неприятных для себя последствий, и ваша жизнь потихонечку начинает выходить из кризисной ситуации. Номинальный директор одной из компаний, которую я веду, в обход нашего шефа периодически ставит мне задачи. Как деликатно ему сказать, что нужно все задачи ставить через моего руководителя? Давайте мы найдем с вами оптимальный вариант разрешения тех или иных задач, которые появляются в нашем с вами пространстве. Просто один раз заведем форму, в которой будет зафиксирована три подпись. Вы не будете тратить время. Я буду понимать, что это все согласовано со мной, с вами и с более стоящим руководством. Это не плохо и не хорошо. Это только для одного того, чтобы мы с вами все вместе не тратили время. Обычно таким способом поступают люди, которые не знают, как справляться с задачами. И если это прокатит, то вы молодец. Если это не прокатывает, то такой человек, который не умеет решать такого рода задачи, он бегом бежит к своему вышестоящему руководству и начинает работать человеком, объясняющим, что вы недостаточно компетентны. Почему разговор ведется о том, что все специалисты и все коллеги, и все люди, работающие в найме, они должны для себя усвоить основное правило. Все договоры, все переговоры, все прояснения, все заявления, все согласования нужно делать до. И в силу того, что задач, как правило, у нас много, они должны фиксироваться в той форме, которая зарегламентирована в данной компании. Вот в вашей компании имеется регламент, зарегламентированная форма, чтобы вам приступить к чему-то, вы должны иметь разрешение или подпись, согласование от двух руководителей. Позаботьтесь о себе, пожалуйста, сами. Значит, создайте такую форму, проговорите. Очень быстро это делается в электронном варианте, и когда вы получаете все подписанное, вы больше не гневаетесь, не раздражаетесь, не удивляетесь на этого человека и не пытаетесь как-то эмоционально в этом разобраться. А понимаете, если третьей подписи нет, то, собственно говоря, и переживать не о чем. Когда есть та подпись, о которой вы сейчас только что написали и сказали, значит, вы понимаете, что задача согласована, и вы сразу переключаетесь на структурное решение данной задачи. То есть на тактические и последовательные действия, которые дадут вам тот результат. Вы не тратите время, вы не тратите силы, вы не тратите какие-то дополнительные коммуникационные, временные переговоры, разговоры. И это нужно сделать один раз, собственно говоря, поберечься или организовать себе свою личную безопасность для того, чтобы не растрачивать себя и собственное время даром. Как правильно относиться к своим ошибкам на работе? Как не впадать в уныние, особенно после справедливых замечаний? Являются ли ошибки сигналом, что это дело не мое? Нет. Давайте чуть шире посмотрим. Ошибки были и будут всегда. Ошибки всегда у нас, у каждого из нас, связаны со своим личным восприятием, со средой обитания, то есть с навязанными убеждениями, с навязанными представлениями, с уровнем сопротивления по той же шкале от единицы до десятки, о том сопротивлении, о котором мы представляем, знаете как, что со мной так нельзя. Ну и любые эмоциональные зажимы, опять вернусь к тому, что запреты и страхи, которые мы не осознаем, но не нами управляют. Нами управляет огромное количество набранной информации, которую мы ленимся, или не хотим, или не имеем времени, собственно говоря, обрабатывать. Мир нам показывает наши слабые стороны, с которыми мы должны справиться. Но более емко, когда вы признаете свою ошибку, она у нас или субъективно эмоциональная, взятая из семьи, и конкретно от человека, как гендера, папы, мамы, и это очень просто прояснить. У нас есть вообще системная ошибка, как фирма, в которую, или компания, в которую вы пришли, и, допустим, ваше естественное свойство работать внутри специалистом компании, там у вас все получается, то бишь, бэк-офисом быть. А вас поставили во внешнее, условно, продавцом, а внешнее пространство для вас является не очень познанным. И каждый раз вам нужно будет преодолевать два вида. Вам нужно решать задачу, и нужно справляться с внутренним сопротивлением, то есть страхом. Нарабатывая новый навык, когда вы понимаете, что навык нужно нарабатывать, и вы сами этого хотите, то тогда ошибки будут однозначно, но вы будете их воспринимать немножко под другим углом. Вам будет интересно понять, на каком этапе это действие, которое вы для себя привычным способом решили делать, оказалось неэффективным. И как только вы научитесь это видеть, то системных ошибок будет все меньше и меньше, а вам будет, по большому счету, знаете как, без разницы, работать во внешнем пространстве или во внутреннем пространстве. Классный продавец – это человек, который научился достойно представлять себя, выбирать продукт, который он представляет как себя. Этот продукт должен быть очень качественный, очень нужный и очень долгоиграющий. А дополнить линейку продуктов – это уже не составляет труда. Точно так же, как и бэк-офис. Уровень комфорта никто не отменял. И если этот уровень комфорта добавлять, обучаясь к тому, что у вас не получается, то системная ошибка станет таким внутренним импульсом. Вы будете спокойно принимать ее, спокойно, ну такой, с милой улыбкой, говорить «да, накосячила, да». Но когда я это разбирала, я нашла другой выход. И он более продуктивный, он более качественный, собственно говоря, для этого ошибка, которая совершила, нужна была мне. И как только вы в таком порядке будете позиционировать о том, что вы не боитесь совершать ошибки, потому что тот, кто ничего не делает, только не совершает ошибки. А когда совершили, разобрали, поняли, сделали выводы, то обязательно найдется способ, как уравновешенная система, эту данную ошибку исправить на меньшем промежутке времени с более эффективным действием, что и даст классный толчок к развитию этого направления или проекта. Вопросы закончились. Тогда я с вами прощаюсь. Пишите, пожалуйста. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы в нашем так быстро меняющемся мире вам было как можно больше понятных вещей для того, чтобы выделить на себя время и быть не только кадровым специалистом, но все-таки человеком, который чего-то хотел бы по жизни достичь, в чем-то хотел бы разобраться. И кадровый консалтинг, в принципе, дает огромные возможности для каждого из нас, чтобы изучить и себя, и других людей. Так что я с вами прощаюсь до новых встреч. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. А кому более детально нужно разобраться, приходите, звоните, пишите. Мы с вами во всем обязательно разберемся. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.